Наше предприятие входит в состав холдинга по производству лекарственных средств в Волгограде. У нас, иначе говоря, представлено различное оборудование для производства лекарственных средств от гранулятора до автоматической линии по наклеиванию самоклеящихся этикеток. В конце года мы провели модернизацию и начали производить замену моральной и технически устаревшего оборудования. Я работаю 25 лет главным инженером на производстве и хорошо знаю все технологические процессы на предприятии. Выбор нового оборудования взамен технически непригодного я производил самостоятельно, согласуя его с руководством перед покупкой. Работа была, по сути, непростая, техники на рынке представлено много, изменились и автоматизировались процессы. В планах модернизации стояла и покупка машины для упаковки ПВХ-блистеров с таблетками в картонную коробку. Упаковочная машина применяется в составе автоматических линий на финальной стадии или отдельно. Два блистера с таблетками для лечения горла раскладываются в готовые картонные коробки, согласно технологическому процессу упаковки в коробку. Сам процесс упаковки блистеров, или картонашка, осуществляет белые картонные коробки. Старая машина постоянно ремонтировалась, и иногда мы не могли вовремя поставить препарат заказчику. Мы хотели купить современное оборудование, полностью автоматизированное. Так как я уже выбрал много различных машин для нашего предприятия, у меня был небольшой опыт по подбору и остались контакты некоторых надежных производителей техники. Я начал связываться по телефону с производителями и уточнять смогут ли они произвести машину для упаковки ПВХ-блистеров с таблетками в картонную коробку. В качестве основным критериев я указал автоматическое управление, качественный материал оборудования из нержавеющей стали. Сначала я обратился в компанию из Германии, которая предложила мне автоматическое оборудование для упаковки, однако она уточнила, что весь процесс доставки, таможенное оформление и монтажа оборудования не входит в стоимость. Доставка могла затянуться и я отказался. Потом я связался с компанией из России. Она сказала, что они не производят автоматы такого типа, однако вообщем, если мы можем подождать они готовы спроектировать и произвести машину, но это будет не раньше следующего года. Я не был готов ждать так долго. Так как у меня не получилось найти производителя машины для упаковки ПВХ-блистеров в картонную коробку, я решил пойти по другому пути и посоветоваться с профессионалами, которые в принципе работают в сфере поставки фармацевтического оборудования и, может, предложат другой вариант машины. Я искал в интернете посредника из России, так как однажды у меня неудачный опыт по поставке оборудования китайским посредникам, когда нам привезли линию по фасовке порошка, однако не было. По сути ни документов по установке, ни технического паспорта. Мы долго настраивали линию, консультировались с производителями по телефону, хотя они неохотно с нами хотели разговаривать. В интернете я выбрал три поставщика. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки фармацевтического оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджера. Специалист компании Иркутска сказала подождать пять минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании из Калининграда поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности оборудования и желаемых сроках изготовления. Через три дня на почту я получил от них 10 вариантов различных машин для упаковки, ПВХ-блистеров в картонную коробку и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода и мне не помогут в решении поиска оборудования. Последний, третий вариант посредника из Москвы, оказался для меня удачным. Менеджер мужчина говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о желаемой производительности машины, основных операциях, рассказал об условиях поставки. На этапе консультации он предложил высокоскоростное оборудование для упаковки ПВХ-блистеров с таблетками в картонную коробку с последующим целлофонированием в группы по 10 штук. Предложенную линию я смог быстро согласовать с руководством предприятия. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Специалист компании предложил протестировать машину и попросил выслать заготовки наших коробок и блистеры с таблетками. Менеджер за две недели до поставки сообщил о степени готовности автомата и выслал видео, где мы смогли увидеть наше оборудование. Блистеры с таблетками размещались в специальном удерживающем приспособлении до почи на конвейер. После укладки блистеров по два пластинки они поступали в отсек, где упаковывались в алюминиевую фольгу. Алюминиевая фольга плотно была, по сути, натянута при помощи нескольких валов. Процесс упаковки контролировался при помощи параметров на дисплея. Упакованные блистеры очищались щеткой. Далее блистеры проходили ряд этапов уплотнения, а затем упаковку в картонную коробку. Лист с бумажной инструкцией удерживался при помощи специального приспособления. На каждом этапе работу отдельного отсека контролировал отдельный блок управления. Группа готовых картонных коробок с блистерами упаковывалась целлофаном в отдельном отсеке. Там же происходило уплотнение картонных коробок. Через месяц после заключения договора мы получили машину для упаковки ПВХ-блистеров с таблетками в картонную коробку. Менеджер предоставил гарантию производителя, технический паспорт оборудования, чертежи, инструкцию по эксплуатации. Мы произвели монтаж автомата и за неделю обучили работников, которые, в принципе, будут закреплены за машиной. Оборудованием мы остались довольны, хотя, честно сказать, я скептически относился к этой машине, мне казалось, она слишком сложная в управлении. Однако практика показала, что это тот автомат, который, в принципе, нам нужен был. Грамотная консультация сэкономила мне время и помогла избежать ошибок, которые, в принципе, я, возможно, совершил бы, в общем, если бы сделал выбор самостоятельно. Продолжение следует... Продолжение следует...